Давиденко Дмитрий Григорьевич, археология РГГУ, поселение Дорогомилово, во дворе ростовских владык в Москве 16-18 веках по данным письменных источников. Пожалуйста, Дмитрий Григорьевич. Речь пойдет о местности, о достаточно значимом участке водостроительной структуры Средневековой Москвы, достаточно часто упоминающемся в источниках и интересном, как мне представляются в свете заявленные темы. Ну, достаточно сказать, что в статье, в записи хронографа об основании Новодевичьего монастыря Дорогомилова отмечена в качестве топографического ориентина. Ну, в основном, так сказать, тут будут рассматриваться три аспекта. Первый – это как участок в поселенческой структуре Средневековой Москвы, расположенный на западной окраине города. Вот, собственно, тут небольшим кружочком показано, да, хотя на самом деле оно было более, простите, это уже зарапортовалось, как точка почитания Смоленской иконы Божией Матери, как подворье ростовских архиереев. Вот, подворье ростовских архиереев как раз тут показано таким красным кружочком. Ну, сразу же скажу, что вопрос о происхождении и названии местности, о происхождении топонима до конца не ясен. Ну, наиболее такая распространенная точка зрения сводится к тому, что оно происходит от имени владельца, который, в общем, пока, к сожалению, не устанавливается. Впервые в письменных источниках эта часть окологородья отмечена в 1412 году в известной летописной статье, которая, известно, зафиксирована в нескольких летописях в лето 6920-го, то есть 1412-го индикта 5-го месяца октября 6-го, создано быть церкви Каменное Благовещение Святой Богородицы на Дорогомилове, боговолюбивым епископом ростовским и ярославским Григорием. Крам, о котором пойдет речь, находился по адресу Ростовская набережная, дом 5, это нынешний адрес, дом, так сказать, хорошо известный, полуковый, напротив киевского подхала. Ну, а летописную статью, которая распространена в большинстве сводов, я зачитал, в Никоновской летописи она сформулирована немного иначе. И благословением фотия митрополита киевского и всея Руси сей Григорий поставил церковь Каменное Благовещение при Чистой Богородице на Дорогомилове над рекою Москою. А земли митропольской Кудринского села отступился, что сябыли, вступили в митрополич. То есть как бы речь идет о том, что он не просто основал храм на своем участке, каменный храм, да, но и то, что он отступился от земли Кудрина. Сразу же могу сказать, что эта информация вряд ли соответствует действительности, то есть практически гарантированно, мы можем сказать, что она действительности не соответствует. Это уникальная особенность никоновской летописи. Мы знаем достаточно хорошо по копийной книге митрополичьего дома, что Кудрина никогда ростовскому владыке не поступала и попала в митрополичий дом совершенно иным путем по завещанию вдовы Серпуховского князя Владимира Андреевича Елены Альгердовны. И эта информация, кстати, содержится не только в копийной книге митрополичьего дома, но и в летописном некрологии по Владимиру Андреевичу Серпуховскому, отраженному в той же никоновской летописи. Но тут есть такой попытный момент. Дело в том, что Дорогомилово было на тот момент не единственной точкой, которыми владел епископ Григорий. Несколько южнее, вот примерно на этом участке, курсор виден? Виден. Находился в Савин монастырь, тоже в составе митрополичьего отчины. Он впервые упомянут в данной грамоте Петра Константиновича митрополиту Иони от 15 февраля 1454 года, по которой, собственно, этот монастырь поступал в состав, ну, жертвовался митрополичьей кафедры. При этом вместе с Савиным монастырем вкладчик передал митрополичьей дома и мы и владения, в том числе и мельницу на усть Сетуни, то есть вот где-то примерно здесь, наверное, да, и две деревни у Крылатска, что есть, выменил у власти, у ростовского Григорьева, Алферчика, Водоибская, совсем тем, что к ним из старины потекло. Как нам представляются две деревни вблизи села Крылатского, достаточно известного, возможно, входили в один отчинный комплекс, в один участок с селом Доргомилово. Возможно, они, так сказать, принадлежали не одновременно, но важно, что они принадлежали одному владельцу, и тут, в общем-то, не лишено, как мне кажется, вероятия предположения, что в обмен на эти два пункта, так сказать, им было получено Доргомилово. Это, конечно, только гипотеза и, может быть, даже такая, достаточно произвольная, но нам важно, что какая-то часть владения ростовского епископа со временем попала сначала через обмен, а потом через пожертвование в состав митрополитии Водчина. Возможно, этот факт несколько искаженно передан в Никоновской летописи, как отказ от другого пункта, от претензий на другой, так сказать, пункт, но тоже расположенный на западных участках, на западных пригородных участках. Ну, чем еще, так сказать, нам важен Доргомилово? Тем, что там был выстроен один из первых каменных храмов в Москве, и я бы даже сказал, что это был, наверное, первый каменный храм, который был выстроен вне стен Кремля и вне стен монастырей. Вот, он был выстроен примерно тогда же, когда были выстроены каменные храмы Симонова монастыря, который не сохранился до нас, и каменный храм Андроникового монастыря. Все три сооружения располагались на совершенно разных направлениях от исторического центра Москвы, но примерно на одной степени удаления. Хотя Симонов собор был несколько дальше. Что тут еще можно сказать? Что все они находились вблизи дорог, и вот тут, если мы посмотрим на местоположение имских слобод в XVII веке, то они были на незначительном удалении от этих каменных храмов. Вот, трудно сказать, что это было, так сказать, совпадение, или, может быть, из этого можно вывести какую-то рабочую гипотезу. Пока, наверное, об этом правильнее говорить как о все-таки совпадении. Тем не менее, это наблюдение, которым хочется поделиться. Что еще тут можно сказать? Ну, также привлекает к себе география получения, то есть то место, где был получен, где, так сказать, освоено епископом Григорием, это западное окологородье, и, в общем, это может даже не случайно, то есть это не ростовское направление, казалось бы, не северо-восточное, как можно было бы логично думать, да, а это западная часть, и это, в общем, тоже, мне кажется, в этом есть свои определенные предпосылки, о которых тоже можно говорить предположительно. Дело в том, что вот в Троице Големещево, вот оно примерно тут находится, еще до освоения епископом Григорием Дорогомилова был достаточно большой митрополитчий участок, митрополитчий Отчина, известно, что там скончался митрополит Киприан, и позднее митрополитчий Акафедр осваивала участки вот на западной части московских пригородов, ну, на западной части Огологородья, если можно так сказать, достаточно вспомнить, что в первой, третьей, пятнадцатого века Еленой Альгердовной жертвуется достаточно большой участок в районе села Кудрино, которая находилась строго на севере от интересующей нас территории, от интересующего нас подворья, а в 1454 году по уже упомянутой грамоте, данной грамоте Петра Константиновича Добрынского, ростовского митрополитчьему дому, в состав митрополитчьего дома, так сказать, поступает Савин монастырь. Местность, как я уже говорил, достаточно часто упоминается в письменных источниках и более позднюю эпоху, ну вот, можно вспомнить эпизод проводов Смоленской иконы Божией Матери 18 января 1456 года. Елена Леонидовна вчера достаточно подробно рассказывала про этот эпизод. Нам же важно, что торжественные проводы с участием великого князя Василия Дмитриевича состоялись до Церкви Благовещения и же Глаголицына Дорогомилове. Вот, что тут тоже может заинтересовать. Дело в том, что в упомянутой записи копийной книги митрополитчьего дома о переходе по истории села Кудринского отмечен в качестве границ владения, отмечена Можайская дорога и перевоз, так сказано, по Можайскую дорогу да перевоз. При этом вклад поступил в первые трети 15 века, то есть вот этот перевоз в районе Можайской дороги впервые упоминается примерно тогда же, когда и упоминается о подворье ростовских владык, да, то есть там это начало, так сказать, может быть первая четверть, первая треть 15 века. Вот, соответственно, возникает вопрос, а где находился этот перевоз? Тут как бы нет такого четкого консенсуса, ну вот начиная с Ивана Михайловича Снегирева, последующие москвоведы, в частности, Фехнер и Сытин локализуют перевоз в районе Савина монастыря, да, это несколько южнее подворья ростовских владельцев, вот тут он показан у меня красным таким овальчиком, да. В сравнительно недавней публикации Сергея Заремовича Чернова помещена схема участка, вот схема границ села Кудрино, где перевоз и, соответственно, трасса Можайской дороги помещена несколько севернее, примерно в районе нынешнего Бородинского моста. Вот, ну, как бы тут, мне кажется, все-таки северный вариант, то есть помещать, локализовывать перевоз в районе Бородинского моста было бы более корректным, делом, дело в том, что на тот момент, на момент вклада Елены Альгердовны, на момент пожертвования и село Дорогомилова, вернее, простите, местность Дорогомилова и находившаяся южнее Савин монастырь не принадлежали Елене Альгердовне, они, так сказать, имели других владельцев и вряд ли она могла, так сказать, распоряжаться этим участком, так сказать, и тем самым крайне сложно видеть границу, видеть трассу Можайской дороги там, где видели их Фехнер и Сытин. Кроме того, конечной точкой торжественной церемонии проводов иконы Смоленской Божьей Матери в 1456 году с участием государя был, как мы знаем, храм Благовещения, да, хотя Савин монастырь к тому времени уже существовал и уже находился в составе митрополитчей кафедры, поэтому если исходить из того, что перевоз был в районе Савина монастыря, то, наверное, он был бы конечной точкой торжественных проводов икон Смоленской Божьей Матери. То есть как бы есть ряд соображений в пользу того, чтобы видеть трассу Можайской дороги там, где она идет сейчас, и не видеть границы несколько южнее, как это было принято в московедческой литературе с середины XIX по середину XX века. И даже сейчас такая точка зрения иногда проходит. В XV веке и в XVI веке, так сказать, Дорогомилово продолжает достаточно часто упоминаться в письменных источниках. Оно упомянуто в судебной, в так называемой записи о душегубстве, как центр одного из судебных участков. Мы также знаем из письменных источников, что в 1480 году здесь Вассиан Рыло составил послание на Угру, и даже Иван Егорович Забелин назвал этот документ, по-моему, достаточно интересным, Дорогомиловской грамотой. Однако этого словосочетания, к сожалению, не прижилось в историографии. В 1521 году случилось ведение Пономарю церкви, благовещение в Дорогомилове, так сказать, да, ему явился Леонтий Ростовский, который вместе с другими святыми защищал, молитвенно защищал столицу от набега Махмед Гирея. И, конечно, в свете нашей темы очень важно то, что Дорогомилову отмечено как топографический ориентир в статье об основании Новодевичьего монастыря. Той же весны поставлен монастырь Девичью города Москвы за посадом за Дорогомиловым близ святого Савы, а в нем поставят церковь Пречистая Адигитрия. Ну и там, так сказать, упоминаются другие престолы, которые имелись в Новодевичьем монастыре. Также тут уместно вспомнить летописную статью, простите, хронографическую статью 1550 года, которая вчера была засчитана в докладе Андрея Леонидовича Баталова того же лета в Новодевичьем монастыре, что на Дорогомилове у церкви Рождества Пречистая каменные верхи обвалились. То есть, опять же, так сказать, Новодевичий монастырь тут прямо привязан к Дорогомилову, и как бы Дорогомилов рассматривается как тот участок, на котором Новодевичий монастырь возник. В 1565 году, как мы знаем, значительная часть Москвы попала в Опричнину. Вот, можно тоже вспомнить летописную запись. Повележа на посаде улицы взятия в Опричнину, от Москвы реки Чертольскую улицу и Симцинским селом, до Всполья, до Арбатскую улицу, по обе стороны Сивцевым брагом, до Дорогомиловского Всполья, до Доникицкой улицы, половину улицы, от города, едущи левую стороной до Всполья, Опричь Новинского монастыря и Савинского монастыря и Слобод, Опричь Дорогомиловской и Слободы, до Нового Девичьего монастыря... Опричь Новинского монастыря и Савинского монастыря, Опричь Иславинского монастыря Слободы, Опричь Дорогомиловской и Слободы, и до Нового Девичьего монастыря и Алексейского монастыря Слободы. То есть вот примерно этот прибрежный участок не был включен в опричнину, хотя практически вся западная часть города туда попала. Также тут можно сказать, что во второй половине XVI века была заселена и правая сторона Москва, район правого берега Москвы-реки, и там образовалась тогда Драгомиловская, Ямская, Слобода. Эти сюжеты достаточно подробно освещены в литературе, я на них не буду особо останавливаться. Вот могу лишь показать план Ивана Мичурина, где вот показана эта Драгомиловская Слобода. Подворье ростовских владык продолжало существовать, жило своей, так сказать, слободской жизнью. Ну, известно, так сказать, из письменных источников, что в 1649 году население подворья было взято в тягу, ну, в соответствии с соборным уложением. Вот, но в отличие от большинства московских храмов, храм на храм Благовещения в Драгомилове в документации патриаршего казенного приказа не фиксировался. Вот, первое известие в книгах патриаршего казенного приказа появляет, относится к 1675-76 году. В нынешнем, в 1884 году, по указу святейшего патриарха и по росписи из патриаршего разряда за приписью Дьяко Льва Ермолаева и по выпуске за пометы у Дьяко Шпарфилия Семенникова прибыла вновь церковь Благовещения Пресвятые Богородицы, что на Москве, за земляным городом, за Смоленскими воротами, в отчины Преосвященного Ионы, митрополита Яростовского и Ярославского в Драгомиловой Слободе. Вот, и причины этого, так сказать, явления, они, насколько я знаю, в литературе особо не затрагивались, но они совершенно очевидны из общих явлений церковной жизни. Дело в том, что в 1675 году состоялся церковный собор, в соответствии с которыми границы епархии были приведены в соответствии с границами уездов. И также, если вотчины архиерея А находились на территории епархии архиерея Б, то они автоматически переходили в епархию Б. И, видимо, так сказать, в соответствии с этой нормой храм Благовещения ушел от ростовского владыки к московскому патриарху. Вот, хотя определенные, так сказать, земельные участки за ростовским владыкой сохранялись, они фиксировались в различных, так сказать, кадастровых источниках, но храм уже был не ростовского владыки. Соответствующие рассылки отправлялись архиерею, так сказать, получил грамоту, соборную грамоту и митрополит Иона, и она зафиксирована в описи ростовского архиерейского дома 1691 года. Но по старой памяти, вероятно, митрополит Иона тоже отслеживал судьбу храма Благовещения. Во всяком случае, опись ростовского архиерейского дома 1691 года упоминает грамоту великих государей о строении каменной церкви Благовещения Пресвятой Богородицы в Драгомилове-Слободе, что на Москве-реке. То есть какое-то внимание к этому было. Можно встретить в краеведческой литературе утверждение, что храм был перестроен, ну действительно он пострадал при пожаре 1685 года, это отражено в документах. И в книге выдачи антиминцев есть запись от 27 июня, от 1697 года, о том, что были даны антиминцы к новопостроенным церквам, к освящению Благовещения Пресвятой Богородицы и Василия Кисарийского. А антиминцы взял церковь всемилостиво спаса, что за смоленскими воротами Насивцева в Рожке, Иерей и Иоанн и расписался. К сожалению, не конкретизируется, какой именно Благовещенский храм имеется в виду, но учитывая, что церковь Насивцева в Рожке располагалась сравнительно недалеко, по крайней мере в рамках одного и того же Пречистинского 40-го, можно думать, что, ну по крайней мере с некоторой степенью вероятность, что это речь идет о нашем Благовещенском храме. Если мы посмотрим, так сказать, на иллюстрации, то мы увидим такой тип посадского храма конца 17-го века, то есть внешний облик, так сказать, не сильно противоречит косвенно свидетельствующим письменным источникам. Но, по крайней мере, это уже облик 17-го века, и к концу 17-го века, от постройки 14-го века, скорее всего, там уже ничего не осталось. В 18-м веке также возводятся дополнительные престолы к этому храму, причем, что интересно, что это престолы были Николы Чадотворца, Иоанна Воина, и даже предполагался престол Знамения. И притч этого храма обращался к епархиальному начальству, к московскому епархиальному начальству, не к ростовскому, и в посвящении, так сказать, престолов нет абсолютно никакой ростовской темы. То есть храм связь с Ростовом утратил, так сказать, ростовского подворья там уже не было, но определенный участок земельный ростовскому архиерею принадлежал. Последний раз, он упоминается, в 1752 году, в офисе ростовского архиерейского дома 1763 года его уже нет. Вот, ну, такое небольшое заключение, так сказать, когда началась, когда, так сказать, утвердилась советская власть, храм какое-то время существовал, вот, он находился внутри, так сказать, этого полукруглого дома, дома архитекторов, существовал до 1960 года. Сейчас от него практически ничего не осталось, то есть совсем ничего не осталось, вот мы видим тут на кадре ровную площадку. Вот, ну, тем не менее, какие-то сведения в археологии достаточно такие общие имеются. По каталогу археологическому можно сказать, что в районе Савина монастыря был обнаружен монетный клад с самыми поздними монетами Бориса Годунова. И это неплохо сочетается с данными письменных источников о том, что район, так сказать, был задействован, ну, как-то, это был участок боевых действий во времена Смуты. Также, так сказать, в районе, вот, Благовещение на бережках фиксируется грунтовый могильник, который, насколько я знаю, тщательно не исследован и не описан. Но это, возможно, дело будущего. Ну, вот, на этом я хотел бы, так сказать, коротко закончить рассказ об участке, который, так сказать, непосредственно связан с Новодевичьим монастырем и по теме почитания Смоленской иконы, и по географическому расположению. Спасибо за внимание. Спасибо, Дмитрий Григорьевич. Есть ли вопросы к докладчику? У нас еще есть время. Да, у меня есть вопросы, если возможно. Да, пожалуйста, конечно. Дмитрий Григорьевич, кто про что, я про Некрополь. Ну, вы, конечно, знаете знаменитую историю про то, что при Иване Третьем были перенесены кремлевские захоронения в Дорогомилово, и это вызвало, в общем, гневную отповедь новгородского митрополита Геннадия. А почему перенесли именно в Дорогомилово? У вас есть какой-то ответ на этот вопрос? Вы знаете, к сожалению, не имею, я ответил на этот вопрос. То есть даже гипотезы нет? Да. Хорошо, спасибо. Еще вопросы? Да, Елена Леонидовна. Здравствуйте. Ох, приятно, вы меня узнали. Дмитрий Григорьевич, очень интересный доклад, спасибо. Для меня он особенно интересен, поскольку я этим тоже занимаюсь, и у меня сейчас большая статья про Дорогомилово XV века, наверное, выйдет. Я хотел спросить, а вот когда вы работали над этой темой, вам попадались какие-то известия о присутствии ростовских владык в Дорогомилове во второй половине XVI-XVII века, то есть о физическом присутствии? Просто, насколько я понимаю, с появлением нового подворья в Китай-городе они перестали там останавливаться, но, возможно, я не прав. Китай-город там, как я понимаю, в первой половине XVI века они получают еще землю, и вот официальная резиденция перемещается туда. Или это не так, как вы думаете? Ну, в XVIII веке я могу сказать совершенно точно, так сказать, основываясь на монографии Веденеевой, что подворье в Китай-городе было более приоритетным для них. Вот, примитительно к более раннему периоду я не могу сказать, могу, вот первое мое сведение о Китай-городском подворье, ну, вот первое старейшее сведение о Китай-городском подворье, которое я знаю, это опись 1626 года. Возможно, так сказать, есть более ранние сведения о подворье ростовских ладыг в Китай-городе. Ну, это в жаловной грамоте не Кандра 1550, там она уже есть. Я понял, спасибо, да. Ну, по крайней мере, вот что я могу сказать, что на Китай-городском подворье был храм Лентья Ростовского, да, то есть функционировал храм, так сказать, с таким хорошим ростовским посвящением, чего вот, по крайней мере, в более поздний период, в поздний период на участке, на участке вот в районе нынешней Ростовской набережной не было. Да, спасибо за интересное дополнение. Спасибо.